Маленькая Валерия не отходит от родителей ни на минуту. В семье Гуменниковых это долгожданный ребенок. Малышка появилась на свет при помощи технологии ЭКО в центре династия. Клиника династии осуществила нам нашу мечту. Десять лет мы шли к этому ребенку. Я надеюсь, что у нас не последнее наше вот это вот счастье. Ну, сами видите, получилось здорово. Мы счастливы. В канун Всемирного дня вспомогательных репродуктивных технологий центр династия устроил для своих пациентов большой праздник. Мамы с детьми могли пообщаться, поделиться своими историями. Для малышей аниматоры подготовили развлекательную программу. Ежегодно в династию обращаются порядка полутора тысяч пар со всего Поволжья. Центр работает 10 лет и входит в реестр лучших медицинских клиник России. Безвыходных ситуаций не бывает, говорят врачи. Они готовы помочь каждому. Все необходимые технологии и знания для этого есть. Кроме того, в непростой ситуации люди могут рассчитывать на поддержку государства. Медицинская услуга в репродуктивном центре предоставляется по национальному проекту «Демография». По программе обязательного медицинского страхования данную медицинскую помощь наши медицинские пары получают бесплатно. Мы применяем действительно космические высокие технологии. Применяем генетическую диагностику эмбрионов. Мы помогаем супружеским парам, у которых есть тяжелые наследственные заболевания в семье или уже рождены дети с такой наследственной патологией, родить генетически здорового ребенка, ребенка без генетических болезней. На сегодняшний день Самарская область, да и в целом, и медицинская династия в частности, обладает практически всеми новыми средствами, новыми технологиями, которые уже внедрены и эффективно работают в этой сфере. По статистике, каждая пятая пара в мире сталкивается с проблемой бесплодия. При помощи метода ЭКО в России на свет появились более 300 тысяч детей. В Самарской области за последние 8 лет родились 4,5 тысячи малышей. И специалисты областного центра династии готовы и дальше помогать парам и дарить семьям долгожданное чудо. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События.